На прошлом уроке мы разбирали граф-эдитор, анимационные ключи, анимационные кривые. Давайте на сегодняшнем уроке мы немножко по анимируем. Значит, на примере куба и сферы мы уже потренировались. Сейчас давайте их удалим. Естественно, вместе с constrain. Также закроем Outliner для того, чтобы больше помещалось всего на экране. И откроем Graph Editor. Пока что в процессе обучения наш Graph Editor будет располагаться в данной области экрана, а сама анимируемая модель где-нибудь здесь. Но если вы имеете в своем распоряжении второй монитор, конечно же, очень удобно его перемещать на другой монитор. Есть еще один способ расположения Graph Editor. Это в нижней части Viewport. Просто делится Viewport на две части. Внизу Graph Editor и вверху окошко для анимирования. Но там довольно мало пространства, поэтому давайте пока сделаем так. Значит, еще одна оговорка будет перед тем, как мы начнем анимировать. Так как это всего лишь наглядный персонаж для обучения, он выставлен на данный момент не слишком правильно. То есть, по-хорошему, этот персонаж должен стоять на сетке. То есть, ногами на нулевых координатах. Ну, приблизительно. Где-то вот так. И вот такое анимирование, это, конечно же, допустимо. Никаких с этим проблем нет. Ну, нежелательно, скажем так. Потом придется в будущем его поднимать. Ну, мы сейчас пока закроем на это глаза и создадим для него пол. Пол. Давайте зайдем Create, Polygon Primitives, Plane. Пол нужен для того, чтобы просто было наглядно видеть, что мы анимируем. Я создаю такой квадратный пол с зажатой клавишей Shift и тяну мышкой. Тогда можно, если не зажимать клавишу, тогда будет произвольный выбор формы. А с зажатой клавишей мыши будет квадрат. И опущу его на уровень ног. Ну, и отцентрую, соответственно. Все, он нам нужен. Он всего лишь нужен нам для визуальной составляющей. Удалим с него историю. Alt Shift D. И начнем анимировать. Как я уже упоминал в прошлом уроке, мы анимируем удар ногой о пол. Поэтому, соответственно, будем анимировать вот данным контроллером. Давайте для начала подумаем. Сколько приблизительно времени нам нужно на то, и вообще не нам, а любому человеку, чтобы сделать среднестатистический, скажем, топанье или среднестатистический удар ногой о пол. Ну, на вскидку это где-то полторы-две секунды. Поэтому давайте для начала выставим 45 кадров при 30 фпс. Соответственно, это полторы секунды. И поставим ключ в первом кадре, в нулевом кадре. Жали S, ключи проставились. То есть это сейчас на данный момент наша стартовая позиция. Ноги. Значит, какие основные движения, из каких основных движений состоит удар ноги о пол. То есть, соответственно, это начальная поза. Потом поза апогея. Апогея, когда нога находится в самом верху и готова ударить о пол. И, соответственно, конечная поза это сам удар о пол. Правильно? Вот, значит, основываясь на этих ключевых позах, мы и будем сейчас строить наши движения. И давайте подумаем, сколько... Вот, допустим, запускаем таймлайн, да? Он двигается. Сколько примерно кадров нам нужно отступить от нулевой позиции, чтобы нога к этому моменту успела подняться вверх. Он как бы задрать ногу для набора силы, для того, чтобы накопить энергию и ударить всем весом. Я думаю, примерно на вскидку приблизительно... Ну, давайте возьмем 10 кадров. То есть, это, по сути, 0,3 секунды. Давайте включим AutoKey. То есть, вот он сейчас на данный момент включен. Или хотя давайте даже его выключим, чтобы мы ключ ставили прямо наглядно. То есть, не забудьте у себя тоже выключить AutoKey. Значит, поднимаем ногу вверх. Продвигаем ее вперед. Правильно, мы же поднимаем ногу немножко как бы вперед. Еще можно сильнее. И задираем стопу. Обратите внимание, я вращаю в локальных координатах, в Object. То есть, это я зажимаю клавишу E и левую кнопку мыши. А перемещаю в World координатах. Ну, то есть, если мы выберем локальные, видите, у нас меняются наши оси. Соответственно, не очень удобно поднимать ногу по вертикали. Поэтому я работаю в World координатах. И теперь это у нас получается очередная ключевая поза. Поставим здесь ключ. И вот мы уже можем видеть, что создались ключи. То есть, соответственно, создалась Translate Y. И создался Rotate X. То есть, это наш поворот. Ну, все. А, еще... Да, еще слегка изменения у нас по оси Z. Мы же вперед выдвинули ее, правильно. То есть, это то, что на данный момент у нас создалось. Так, давайте теперь подумаем, что дальше происходит с ногой. Вот он поднимает ногу. Проиграем анимацию. Ну, он или она, как вам удобно, поднимает ногу. И, соответственно, мы можем подумать, что сразу же после поднятия ноги идет ее резкое опускание. Но это на самом деле в мире анимации не так. Есть понятие такое, как предвосхищение или, как вот, простыми словами, накопление силы удара. То есть, вы, может, видели в диснеевских мультиках, когда перед самим действием, перед ударом, там, когда Джерри бьет Тому по большому пальцу молотком, соответственно, какая-то идет секундная задержка для того, чтобы лучше показать эффект. Соответственно, это не просто взято художниками из головы. Это взято с реальной жизни, просто усиленно. Этот эффект называется exaggression. По сути, это как предвосхищение удара. Так вот, на это предвосхищение мы можем выделить приблизительно 5 кадров. Не бойтесь ошибиться вначале. Если что, это можно потом будет все сдвинуть. И давайте подумаем. То есть, допустим, накопление силы, оно может выглядеть по-разному. Давайте просто поставим ключ, то есть, никаких движений нет. И потом мы чуть-чуть изменим эту позу, пока он просто будет паузу делать. И сам момент удара, я думаю, можно сделать где-то приблизительно в 20 кадре. Почему так мало? Потому что нам же надо очень быстро опустить ногу. То есть, соответственно, нам нужно за короткий промежуток времени уже ударить о пол. Соответственно, в 20 кадре нам нужно, чтобы нога стояла на полу. Для удобства, чтобы не опускать вручную сюда, не поворачивать стопу, для удобства можем сделать так. Переместиться на нулевой кадр. И просто скопировать этот нулевой кадр на 20. Делается это так. Второй кнопкой мыши. И нажимаем клавишу S. Все. В данном месте у нас и нулевой, и 20 кадр совпадает. Но мне немножко не нравится местоположение, куда нога падает. Соответственно, вы когда будете делать удар ногой, конечно же, вы ударите не в то же самое место, где она у вас стояла раньше. А, скорее всего, это будет где-то вот здесь. Как можем видеть, у меня немножко недостает нога. То есть, мы же не анимируем таз, мы анимируем только ногу. Поэтому давайте сразу немножко опустим таз. Сработала ика. Немножко так таз опустим. Для того, чтобы более наглядно было это все. Более лучше видно. Да, еще по привычке я забыл поставить ключ. Потому что я привык, что ключ ставится автоматически. Поэтому давайте еще раз сюда подвинем. Нажмем клавишу S. Давайте еще даже немножко подвинем. Вот. И все время мне теперь приходится нажимать клавишу S, потому что автокей у нас отключен. И давайте проиграем анимацию. Значит, что-то уже начинает вырисовываться, правильно? Ну, естественно, оно выглядит неприродно. То есть, это, грубо говоря, просто набросок. Что мы можем подправить? Конечно же, вот эту паузу. Паузы в движениях таких быть не может. То есть, не может так нога замереть. А для этого мы можем вот в момент паузы сделать какое-то разнообразие. Например, десятый кадр он поднимает сюда. Но момент накопления силы он немножко смещает ее чуть назад. И может еще чуть сильнее вверх. И еще может чуть-чуть задирать стопу. То есть, это на усмотрение художника. Естественно, не забываем нажимать клавишу S, потому что у нас автокей отключен. И давайте посмотрим, что получится. Поставим нулевой кадр. Нажмем play. Как мы можем видеть, уже есть какие-то небольшие изменения. То есть, получается более разнообразное движение, да? Теперь давайте посмотрим на само приземление. Само приземление, оно выглядит довольно плавным. То есть, он начинает двигать сверху. И примерно с одинаковой скоростью опускает ногу вниз. То есть, это то, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке. А именно, движение с ускорением. Когда в начале идет плавно, плавно набор скорости. И дальше, в середине у нас скорость возрастает. То есть, это я выделил сейчас ось Y. Это у нас как раз перемещение по вертикали. Но видите, здесь у нас тангенсы горизонтальные. То есть, перед самим ударом у нас происходит торможение. А мы же, наоборот, хотим максимальную силу набрать. Поэтому здесь мы выставим линейный тангенс. Чтобы остановка нашей ноги происходила резко. Как бильярдный шарик. И проиграем. То есть, я выделил, да? И нажал другой тангенс. Вот, выбрал. Теперь нога у нас останавливается более резко. Но нам все равно этого недостаточно. Сейчас не так чувствуется этот удар. Давайте этот тангенс еще сильнее сделаем. Усилим. Выделим именно сам тангенс. И еще сильнее сделаем этот, скажем так, обрыв на кривой. Даже вот видите, немножко кривая прогнулась. Но это прям слишком. Но пока давайте так оставим. И посмотрим. Вот. Уже у нас идет движение с ускорением. Что здесь еще можно доделать? Соответственно, при таком сильном движении в ноги и такой резкой остановке, не может буквально в следующем кадре все замереть. Все остановиться. Как будто ничего и не было. Всегда энергии удара куда-то нужно деваться. То есть, шарик для бильярда, он, ударяясь о бортик, куда-то до отлетает. Так же будет и с ногой. Если нога в 20 кадре ударяет сам пол, то она на какую-то долю секунды должна отскочить. Давайте сделаем этот отскок. Приблизительно как с мячиком. Значит, я думаю, на отскок нам достаточно 3 кадра. Если что, сдвинем. Давайте, значит, поставим 23-м. И немножко подвинем ногу вперед и вверх. Ну, то есть, энергия удара идет как бы в основном, конечно же, вниз, в пол. Но чуть-чуть нога смещается и вперед тоже. И поставим ключ. Вот. Мы на самом деле везде здесь поставили ключ. Но, конечно же, больше всего нас интересует ось Y. По ней происходит сейчас самое основное действие. Мы можем помнить, что у нас здесь выставлены тангенсы. Но вот этот тангенс нам не нравится. То есть, сейчас очень плавное гашение удара и выглядит не очень красиво. Давайте его сделаем острее. Сделаем break tangens для того, чтобы можно было изменять тангенсы по отдельности. И поменяем здесь на острый угол. Вот. И теперь нам нужно сделать приземление. Смотрите, отскок, он всегда происходит, естественно, быстрее, чем приземление. То есть, каждое последующее действие уже будет медленнее. То есть, мячик вначале прыгает быстро, потом медленнее, медленнее. И в конце вообще он будет очень слабо. Поэтому, я думаю, приземление можно сделать не через три кадра, а через четыре. Чтобы сейчас не выставлять какие-то там значения, опять, с 20 кадра, просто скопируем в 27. Но с небольшой оговоркой. Немножко сдвинем его вперед. Ну, чтобы не было вот этого вот эффекта. Видите, как бы нога назад возвращается. Соответственно, сдвигать мы будем по оси Z. Давайте это сделаем вот так. То есть, сейчас у нас, видите, нога по оси Z движется вперед, вперед, вперед. А здесь она двигается назад. То есть, мы можем даже видеть. Вот она вперед, вперед, удар, потом вперед. И тут бац, назад. Нам это не нужно. Значит, немножко сделаем, чтобы сопоставить угол наклона кривых. И эту тоже у нас кривую мы немножко опустим вниз. То есть, теперь все время нога при ударе будет двигаться вперед. То есть, в конце она даже будет плавно останавливаться. И давайте проиграем. Вот. Уже видно удар и отскок. Посмотрим, что у нас здесь. Приблизим. Вот так вот у нас выглядит тангенс. Чуть-чуть давайте его подправим, чтобы не так сильно было. И теперь можно на самом деле дальше играться, детализировать анимацию, как вам хочется. Можно, например, перед самим ударом, вот момент удара в 20 кадре, немножко провернуть ногу, именно стопу в пятке. То есть, допустим, в 19 кадре она у нас еще вот так. Ключ поставим. А уже в 20 она у нас уже на полу. Мы можем видеть по Rotate X. Мы по X вращаем. Как резко она меняет свою траекторию. Ну, давайте проиграем, посмотрим. То есть, видите, как в захлест пошло движение. Но она не очень красивая в захлест. Потому что нога, она довольно сильная. Это не хвост собачий. И она в захлест так идти не будет. Поэтому давайте чуть ослабим этот момент. Поставим ключ. И посмотрим, что у нас в момент удара. В момент удара у нас нога прям идеально стоит на полу. Можно немножко сделать, чтобы она в этот момент на пяточку приземлялась. Вот где-то так. И нажмем S. Можем видеть, что в следующем уже в 23 кадре, вот это у нас 23 кадр, вот он. Она здесь уже возвращается в ровную позицию. Давайте посмотрим, что получилось. Вот, видите, немножко есть такой, как захлеста уже нет. Но вот сила удара уже присутствует. Я думаю, на этом мы можем уже остановить нашу анимацию. Соответственно, конечно же, для того, чтобы сделать ее красивой и этот эффект удара ноги о пол был прям ощутим, как это у живого человека, конечно же, нам нужно еще анимировать таз. То есть он, не только таз, а и вообще все тело. Это очень сильно покажет весь характер анимации. То есть как таз отклоняется назад, потом как, или, допустим, наклоняется вперед, так как у нас на усмотрение аниматора. Как он хочет вот вложить всю энергию удара, весь свой вес именно в сам удар. Как после удара таз тормозит. Это все дальше нужно детализировать уже телом. Но сейчас у нас такая задача не стоит. Сейчас у нас просто обычный удар ногой о пол без всяких излишеств. Домашним заданием будет попробовать проанимировать точно так же ногу. Попробуйте продетализировать так, как вы сможете. То есть если вы хотите что-то сюда еще добавить, то есть, конечно же, вначале попробуйте сделать, как у меня. Если вы хотите сюда что-то еще добавить, разнообразить, может сильнее задержать паузу вверху. То есть чем, соответственно, чем больше вот это расстояние между кадрами, тем дольше он будет паузу держать. Может вы где-то хотите сделать удар немножко другой. Вот, на ваше усмотрение. Но попробуйте, поиграйтесь. Как у вас это получится, мне интересно. Субтитры сделал DimaTorzok